Всем привет! Сегодня у меня обзор уходовых средств сайта iHerb и давайте приступим. Первое. Наверное, вы уже заметили, что я очень сильно люблю фирму Nature's Gate и вот шампунь и кондиционер от них, шампунь я беру уже такой во второй раз. Замечательный увлажняющий шампунь, моет волосы отлично, на запах он пахнет цветами. Цвет у него такой светло-бледно-оранжевый, запах не сильный, не навязчивый, поэтому я думаю, что подойдет даже тем, кто не любит запаха в принципе. И кондиционер я беру первый раз, но я им успела уже пару раз попользоваться. Такая кремообразная форма. Пахнет он аналогично шампуню. И этот кондиционер мне понравился гораздо больше, чем предыдущий, но в другом флаконе. В целом эту фирму я рекомендую как знак качества. Я вам показываю зубную пасту, которую я беру. Я не знаю, сколько раз я ее беру уже. Очень много. Паста отличная. Натуральные средства по выгодной цене. Да, у них есть отдушка в составе, но у шампуни. Но тем не менее, качественные продукты, не токсичные. И у меня, по крайней мере, никогда не было на них никаких аллергических реакций. И раз мы заговорили о зубной пасте, взяла такую пасту на пробу, если кто-то пользовался ей, напишите мне, пожалуйста. Она натуральная, вегетарианская, даже веганская. Не тестируется на животных. Меня подкупило то, что здесь есть еще и корица. Я люблю корицу, поэтому думаю, что по вкусу она мне точно понравится. Мыло фирмы South of France я беру не первый раз. На этот раз я взяла чайное дерево и дерево сандала. Запах, на мой взгляд, очень пикантный. Приглядитесь к мылу этой фирмы. Оно все просто отлично. Я покупала разные с миндалем, с огурцом. И еще жидкое мыло. Мне очень нравится. Буду постоянно покупать, потому что это мыло еще и долгоиграющее. Хватит вам уж на месяца два, а то и три точно. Далее у меня салфеточки для протирания лица от Tethered Essence. Вы знаете, что я не подружилась со скрабом от этой фирмы. Хотя я вам расскажу об этом в другом видео. Это такие салфетки. Я их быстренько покажу, потому что их большой минус в том, что они быстро сохнут. Вот так вот они выглядят. Они очень тонюзенькие. Доставать не буду, чтобы не занести туда никакой заразы. И не советую вам вот эту вот мембранку открывать. Держите плотно закрытыми и лучше в каком-то прохладном месте. Ну, не в холодильнике, хотя из холодильника тоже прикольно, кстати, на лицо получается. Отлично очищает кожу, но не подойдет для сухой и чувствительной кожи. Поэтому это жирная, комбинированная и нормальная кожа. Далее к мятной теме подходим. У меня такой лосьон для тела, но я взяла его как крем для рук, чтобы в течение дня наносить. Потому что на ночь я наношу масло, а вот в течение дня масла не нанесешь. Здесь цитрусовый и мятный запах. Все замечательно питает кожу в течение дня. Очень удобная помпа. Единственный минус, запах очень быстро с ваших рук куда-то испаряется. Фирма на iHerb, по-моему, новая. Естественно, здесь нету парабенов и одушек, нету силиконов, нету минерального масла. И, конечно же, на животных не тестируется. И завершая наш обзор, вот такая радость ко мне пришла. А-а-а! О, картинка. И завершая обзор, вот такая вот радость ко мне пришла. Это такая умывалка для лица от Giovanni. Я с этой фирмой буквально вот на вы пока что еще. С вулканической пылью, как-то так, да? С антиоксидантным комплексом ягод Годжи, Ясаи и так далее. В общем, я в эти, конечно, трюки не верю, но пахнет. Я пользовалась буквально, наверное, 4 дня всего. Но мне понравилось. Во-первых, расход очень экономичный. Во-вторых, какой-то очень приятный запах. Таких влажных камней. Я так описала, конечно, очень странно. Написано, что это детокс серия. Ну, не знаю насчет детокса, потому что все-таки больше, мне кажется, это маркетинговый ход. Но, тем не менее, я очень довольна осталась. Напишите мне ваше мнение, если кто-то из вас покупал. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите мне свои комментарии. Я очень люблю их читать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok